Истина, о которой свидетельствовал Иоанн Креститель Иоанна, глава первая, стихи девятнадцатый, двадцать восьмой И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его Кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос И спросили его, что же, ты или я? Он сказал, нет Пророк? Он отвечал, нет Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас Что ты скажешь о себе самом? Он сказал Я глаз вопиющего в пустыне Исправьте путь Господу Как сказал пророк Исаия А посланные были из фарисеев И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк Иоанн сказал им в ответ Я крещу в воде Но стоит среди вас некто, которого вы не знаете Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня Я не достоин развязать ремень у обуви его Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн В Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи 6-7 сказано Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете Дабы все уверовали через него Иоанн, упомянутый в данном отрывке Это не автор Евангелия от Иоанна А Иоанн Креститель Тот самый, обещанный Богом Илья Который должен прийти О нем говорится в книге пророка Малахии Глава 4, стих 5 И поэтому нам ясно, почему Иоанн Креститель Проповедовал всем евангельскую истину Словами Иоанна Крестителя из сегодняшнего отрывка из Библии Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира Иоанн, глава 1, стих 29 А также последующими свидетельствами об Иисусе Иоанн убеждал всех, что Иисус – Агнец Божий И спаситель всех грешников, который взял на себя все грехи этого мира Приняв крещение от Иоанна Крестителя Иисус взял на себя все грехи этого мира И понес их на крест Иисус не свидетельствовал о себе, говоря Я есмь Сын Божий Я беру на себя все грехи мира Это был Иоанн Креститель Который свидетельствовал нам о том Что Иисус взял на себя все грехи мира Посредством крещения, которые Он принял Таким образом, Иисус стал нашим спасителем Понеся на себе все грехи этого мира на крест Подобно тому, как Иоанн Креститель Не свидетельствовал о себе самом Так и Иисус ничего не сказал о том, кем был Он Он предпочел, чтобы о нем свидетельствовали его ученики Мы не можем не верить в Иисуса в нашем сердце Поскольку имеем перед собой свидетельство Иоанна Крестителя Наш Господь сказал нам Что мы получаем прощение наших грехов Не потому, что стали свидетелями неких чудесных явлений или событий Но потому, что рождаемся свыше по вере в Евангелие воды и духа Которое мы познали благодаря свидетельству Иоанна Крестителя Мы становимся Божьими детьми, веруя в своем сердце в то, что Бог посредством Евангелия воды и духа уничтожил все наши грехи Что представляет собой свет истины? В первой главе Евангелия от Иоанна содержится свидетельство о свете истины В данном случае свет истины означает, что Иисус спас всех грешников от их грехов тем, что своим крещением от Иоанна Крестителя Он взял на себя все эти грехи, а затем пролил кровь на кресте Иоанн Креститель свидетельствует, что Иисус есть Сын Божий, Царь Царей, Создатель, Господь всех людей на земле и Совершенный Спаситель всех грешников Иоанн свидетельствовал, что наш Спаситель Иисус своим крещением на реке Иордан взял на себя все грехи этого мира И что Он взошел с этими грехами на крест, где вместо нас понес наказание за них Посредством своего крещения и пролития крови Иисус избавил нас от всех наших грехов И каждый человек, который согласно свидетельству Иоанна верит в Иисуса как своего Спасителя Иоанн Креститель избавляется от всех своих грехов и становится одним из Божьих детей Величайшим благословением для человечества является дар спасения, обретаемый по вере в Евангелие воды и духа, которое дал нам Иисус Иоанн Креститель свидетельствовал, что Иисус был истинным Спасителем, поэтому мы можем получить полное прощение наших грехов, веруя в своем сердце, что Иисус является нашим Спасителем, который пришел Евангелием воды и духа Таким образом, свидетельство Иоанна Крестителя сыграло решающую роль в спасении всех грешников от их грехов Некоторые люди могут возразить и сказать, что это не так Но как бы там ни было, сам Бог предопределил Иоанну стать свидетелем деяний Иисуса, нашего Спасителя Иоанн Креститель свидетельствует об Иисусе, как об Агнце Божьем, о котором имеется пророчество в Ветхом Завете Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира Иоанна, глава 1, стих 29 Это заявление Иоанн сделал на следующий день после того, как он крестил Иисуса, возложив руки на его голову Думаю, вам известно, что в день искупления первосвященник Аарон должен был возлагать руки на голову живого козла Чтобы исповедовать перед Богом все грехи израильтян Левит, глава 16, стихи 20-21 Иоанн Креститель имел право свидетельствовать подобным образом, потому что он был очевидцем того, как Дух Святой сошел на Иисуса, как голубь, в тот момент, когда он вышел из воды Иоанн слышал, как Бог Отец свидетельствовал о нем с небес Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение Матфея, глава 3, стих 17 Мы знаем об этом, потому что Иоанн Креститель свидетельствовал следующее Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю Иоанна, глава 1, стих 31 Иоанн Креститель крестил Иисуса для того, чтобы доказать, что Иисус был спасителем всех грешников Сыном Божьим и Анцем Божьим, который взял на себя все наши грехи Чтобы явить миру Иисуса, как спасителя, Иоанн должен был крестить Иисуса на реке Иордан, возложив руки на его голову Иоанн Креститель должен был крестить Иисуса Иоанн Креститель должен был крестить Иисуса, так как он должен был передать ему грехи всех грешников Иначе говоря, Иисус был крещен для того, чтобы взять на себя все грехи людей Как тех, кто живет или жил в этом мире, так и тех, кто еще только появится в нем В Евангелии от Матфея говорится Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него Иоанн же удерживал его и говорил Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду Тогда Иоанн допускает его Матфея, глава 3, стихи 13-15 В то время, когда Иоанн крестил людей на реке Иордан К нему неожиданно пришел Иисус Христос, чтобы креститься от него Увидев его, Иоанн Креститель был немало удивлен и сказал ему Это я должен принимать крещение от тебя Почему же ты приходишь ко мне? Однако Иисус ответил Иоанну Я должен взять на себя все грехи людей Приняв крещение именно от тебя Поэтому ты должен крестить меня После этого Иисус был крещен на реке Иордан Иоанном Крестителем, который потом свидетельствовал о нем Здесь мы имеем дело с наиболее важным моментом Который имел решающее значение для нашего спасения Оставь теперь, ибо так надлежит нам Исполнить всякую правду Матфея, глава 3, стих 15 Приняв крещение подобным способом Иисус взял на себя все грехи этого мира И исполнил всю Божью праведность То есть все, что было предначертано Богом Для спасения человечества от греха В тот самый момент, когда Иоанн Креститель Возложил руки на голову Иисуса Все грехи этого мира перешли на него Отныне каждый человек в этом мире Может не иметь греха в своем сердце Поскольку Иисус, будучи крещенным Иоанном Крестителем И взяв на себя все грехи мира Исполнил всю Божью праведность Крещение Иисуса, которое Он принял от Иоанна Крестителя Было тем самым способом, который Бог задумал Для того, чтобы передать Иисусу грехи всех грешников Чтобы взять на себя все грехи этого мира Иисус должен был принять крещение от Иоанна Крестителя Крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя Было необходимой составляющей всего процесса спасения грешников от их грехов После крещения Иисус еще в течение трех лет Своего общественного служения Нес на себе все грехи этого мира До того самого момента, когда Он был распят на кресте В наказание за эти грехи Умер и воскрес из мертвых Тем самым Иисус стал истинным спасителем Который уничтожил все грехи всех грешников в этом мире Является ли Иоанн Креститель потомком Аарона Иоанн Креститель появился на свет на этой земле за шесть месяцев до рождения Иисуса Он родился в семье, происходившей из рода Аарона Первосвященника времен Ветхого Завета Отцом его был священник по имени Захария Из семейства Авии Одного из потомков Аарона Итак, с какой целью Бог послал Иоанна Крестителя в этот мир? Это было сделано для того, чтобы поручить Ему передать все грехи этого мира Иисусу Христу Именно с этой целью Бог и послал Иоанна Крестителя на эту землю И Бог подтверждает тот факт, что Иоанн Креститель был тем самым человеком, который передал все грехи мира Иисусу Таким образом, замысел Божий состоял в том, чтобы люди обрели спасение от всех своих грехов, веруя в свидетельство Иоанна Крестителя Бог послал Иоанна Крестителя на эту землю за шесть месяцев до рождения Иисуса Чтобы назначить Иоанна первосвященником всего человечества Подобно первосвященникам, которые были до него во времена Ветхого Завета Именно Иоанн должен был передать все грехи мира Иисусу Итак, на Иоанна Крестителя было возложено две миссии Передать все грехи этого мира Иисусу и свидетельствовать грешникам об истине спасения, гласящей, что Иисус взял на себя все их грехи Причина, по которой Бог оставил в этом мире тех из нас, кто получил прощение всех своих грехов Заключается в том, чтобы мы свидетельствовали об этой евангельской истине подобно тому, как это делал Иоанн Креститель Итак, Бог поручил Иоанну Крестителю миссию свидетельствования так, как об этом сказано в книге пророка Исаии Глаз вопиющего в пустыне Приготовьте путь Господу Прямыми сделайте стези ему Всякий дол да наполнится И всякая гора и холм да понизится Кривизны выпрямятся И неровные пути сделаются гладкими И узрит всякая плоть спасения Божия Луки, глава 3, стихи 4, 6 Это означает, что каждый человек может получить прощение своих грехов, веруя в своем сердце в Иисуса Христа, который пришел посредством Евангелия воды и духа Иоанн Креститель постоянно свидетельствует о том, что Иисус является Господом и Спасителем Пославший меня крестить в воде, сказал мне На кого увидишь духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий духом святым И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий Иоанна, глава 1, стихи 33-34 Ранее Святой Дух уже предупредил Иоанна о том, что Иисус является Сыном Божьим Поэтому, когда Иисус попросил Иоанна крестить его, Иоанн узнал его и передал ему все грехи этого мира Передача Иисусу всех грехов этого мира и была целью крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя Два способа крещения, которые применял Иоанн Креститель Крещение Иисуса и крещение израильтян Основной целью Иоанна при крещении евреев было заставить людей покаяться И отказаться от поклонения чужим идолам и снова обратиться к Богу Совсем иную цель преследовал Иоанн при крещении Иисуса Это было уничтожение всех грехов мира путем передачи их Иисусу Посредством крещения, которое Иисус принял от Иоанна, Бог самым совершенным способом передал все грехи мира Иисусу А благодаря его праведности совершилось искупление грехов всех грешников Когда Иисус вместо нас понес наказание за эти грехи на кресте Когда мы, праведники, принимаем крещение после обретения спасения, мы рассуждаем так Я был избавлен от всех моих грехов благодаря тому, что Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя Мы родились свыше, веруя в то, что Иисус есть Агнец Божий, который берет на себя все грехи этого мира И что Иисус полностью уничтожил все грехи всех грешников в этом мире, взяв их на себя во время своего крещения Иисус есть Агнец Божий, который взял на себя все грехи этого мира Иисус пришел в этот мир около двух тысяч лет назад Взял на себя все грехи этого мира и умер на кресте, чтобы уничтожить эти грехи Когда мы говорим обо всех грехах этого мира, какие именно грехи мы имеем в виду? Под всеми грехами этого мира подразумеваются все грехи, совершенные людьми с момента появления первых людей на земле и до последних дней человечества Прошло уже более двух тысяч лет с тех пор, как Иисус пришел в этот мир И все грехи, которые были совершены за это время, также входят в число грехов мира Под словом мир мы имеем в виду наш мир с момента его сотворения до того самого дня, когда он исчезнет навсегда И все грехи, совершенные людьми в временном промежутке, являются грехами мира Дорогие братья и сестры, мы должны правильно понимать значение слов грехи мира Иоанн Креститель заявил Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира Иоанна, глава 1, стих 29 В более развернутом виде эти слова можно представить следующим образом Люди, посмотрите, это агнец Божий, Иисус Христос, Сын Божий, который берет на себя все грехи этого мира Он является спасителем всех грешников Это тот, кто, приняв от меня крещение, взял на себя все грехи мира Таким образом, Иисус полностью уничтожил все ваши грехи Все грехи каждого грешника на земле были полностью уничтожены Иисусом Это свидетельство Иоанна Крестителя подтверждает, что каждый человек, верующий в Иисуса Христа, как своего спасителя, имеет возможность получить прощение своих грехов Приняв крещение от Иоанна, Иисус взял на себя все грехи мира И чтобы искупить их, он пролил свою драгоценную кровь на кресте Теперь он призывает нас получить прощение грехов, веруя в эту истину Дорогие братья и сестры, у вас по-прежнему есть грех? Мы считаемся безгрешными вовсе не потому, что не совершили ни единого греха Или потому, что мы абсолютно невиновны Вернее, будет сказать, что мы безгрешны лишь потому, что Иисус своим крещением взял на себя все грехи этого мира Приняв крещение от Иоанна Крестителя, Господь взял на себя все грехи человечества И поэтому верующие в эту истину получают прощение всех своих грехов Мы безгрешны, потому что верим в истину спасения, гласящую о том, что мы стали безгрешными по вере Таким образом, грешник обретает свое спасение, веруя в своем сердце в Евангелии воды и духа Мы получили прощение наших грехов, веруя в Евангелие, о котором свидетельствовал Иоанн Креститель Однако мы не можем обрести нашего спасения, если мы не верим в изреченное Богом слово истины В спасение через крещение Иисуса Сегодня Бог открывается грешникам посредством своего сына Нет ни одного человека, который бы видел Бога своими собственными глазами Поэтому мы приходим к вере в Бога, веруя в его слово Кроме того, мы получаем прощение всех наших грехов благодаря его слову Иоанн Креститель продолжает свидетельствовать На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его И увидев идущего Иисуса, сказал Вот Агнец Божий, услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им Что вам надобно? Они сказали ему Равви, что значит учитель Где живешь? Говорит им Пойдите и увидите Они пошли и увидели, где он живет И пробыли у него день тот Было около десятого часа Иоанна, глава первая, стихи тридцать пятый, тридцать девятый Из выше приведенного отрывка мы видим Что число учеников Иисуса увеличилось Благодаря свидетельству Иоанна Крестителя Среди его учеников было много таких Кто ранее следовал за Иоанном Крестителем Однако Иоанн Креститель не настаивал Чтобы эти люди по-прежнему оставались с ним Напротив, он рассказывал им о том Каким образом Иисус после своего крещения Взял на себя все грехи мира Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира Иоанна, глава первая, стих двадцать девятый Посмотрите, вот идет Агнец Божий Он есть истинный Сын Божий Наш Господь и Спаситель После подобного свидетельства Двое из учеников Иоанна Крестителя Оставили его, чтобы следовать за Иисусом С этого момента эти двое начали жизнь заново Как ученики Иисуса Мы, верующие в Евангелие воды и духа Также являемся учениками Иисуса Христа Каждый человек, который стал учеником Иисуса Христа Стал им благодаря своей вере в Евангелие воды и духа О котором свидетельствовал Иоанн Креститель Конечно, Иисус и сам иногда призывал людей следовать за Ним И они становились Его учениками К примеру, Филипп В случае с Симоном Петром и его братом Андреем Иисус тогда сказал Идите за Мною И я сделаю, что вы будете ловцами человеков Марка, глава 1, стих 17 К тому же Иоанн Креститель убедил своих учеников в том Что Иисус – огнец Божий И Он тот, за которым и должно следовать Благодаря Иоанну Крестителю Его ученики уверовали в Иисуса Как их спасителя Иоанн Креститель прекрасно выполнил Свою миссию человека Призванного обратить людей в истинную веру Благодаря Ему очень многие смогли должным образом Уверовать в Иисуса и следовать за Ним Даже сегодня полностью избавиться от своих грехов И стать праведниками грешники могут Только по вере в Иисуса Как спасителя Который пришел посредством Евангелия воды и духа И это стало возможным Благодаря крещению Иисуса От Иоанна Крестителя И свидетельству учеников Иисуса Таким образом, все те, кто верят в слово Ветхого Завета Должны верить и в Иисуса, который является миссией Кто является спасителем и господом всего человечества? Иисус Христос Кто является слугой Божьим, который настойчиво свидетельствовал об Иисусе Христе? Иоанн Креститель Услышав, как их господин говорит об Иисусе Вот Агнец Божий Это Спаситель Ученики Иоанна Крестителя В том числе и Андрей Последовали за Господом И стали Его учениками А затем сопровождали Иисуса в Его странствиях Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им Что вам надобно? Они сказали ему Равви Что значит учитель Где живешь? Говорит им Пойдите и увидите Они пошли и увидели, где он живет И пробыли у него день тот Было около десятого часа Иоанна, глава 1, стихи 38-39 Дорогие братья и сестры по вере Будем же твердо верить в то Что Иисус есть Сын Божий Наш Спаситель Кроме того, мы должны верить Что Иисус своим крещением и кровью на кресте Даровал нам прощение всех наших грехов На вопрос Иисуса Почему ученики Иоанна идут за ним Те в ответ спросили его Равви, где ты живешь? Идите и увидите После этого Иисус повел их с собой И показал, где он живет Дорогие собратья Как мог выглядеть дом В котором жил Иисус? Был ли он подобен царскому дворцу Или роскошному особняку Знатного вельможи? Когда Иисус пребывал в этом мире У него не было Собственного дома Странствуя по пустыне Во время исполнения Своей миссии Иисус иногда поднимался в горы Чтобы помолиться Или даже остановиться на ночлег В Библии сказано Лисицы имеют норы И птицы небесные гнезда А сын человеческий Не имеет, где преклонить голову Луки, глава 9, стих 58 А также Матфея, глава 8, стих 20 У Иисуса никогда не было Постоянного места жительства Это говорит о том, что Пребывая на этой земле Иисус жил отнюдь не в роскоши А скорее наоборот Ни Иисус, ни его ученики Не обладали какими-либо Материальными благами Лишь благодаря свидетельству Своего первого наставника Иоанна Крестителя Провозгласившего Иисуса Анцем Божьим Ученики Иисуса Последовали за ним Веруя в то, что Иисус был Сыном Божьим Господом и Спасителем Сегодня, если мы с вами Захотим стать учениками Господа Иисуса Мы должны будем поступить Так же, как поступили Его ученики Андрей и другие Неизвестные доселе люди Стали учениками Иисуса Веруя в Него И следуя за Ним Несмотря на то, что Иисус Истинный Бог Равный Богу Отцу Пребывая в этом мире Он жил без роскоши И славы Иисус Сын Божий Создатель Вселенной И всего сущего в Ней И наш Спаситель Мы можем стать Учениками Иисуса И свидетельствовать о Нем Только в том случае Если мы верим Что Он Мессия Который пришел в этот мир В облике человека Будучи при этом Воплощенным Словом Божьим Кроме того Если мы Желаем стать Учениками Иисуса Христа Мы должны верить в то Что целью Крещения Иисуса Была передача Ему Всех грехов Этого мира А свою Драгоценную кровь Иисус Пролил на кресте Для того Чтобы вместо нас Понести И наказание За все наши грехи Дорогие Собратья Поверье Вы понимаете Это? Говорит им Пойдите И увидите Они пошли И увидели Где он живет И пробыли У него День тот Было Около Десятого Часа Иоанна Глава Первая Стихи Тридцать Восьмой Тридцать Девятый Здесь Мы четко Видим Каким образом Человек Становится Учеником Иисуса Людям Которые Шли К Иисусу На самом Деле Был Необходим Именно Мессия А не Богатый Землевладелец Или Известный Политический Деятель Ученики Иоанна Крестителя Жили В ожидании Мессии А не В стремлении Добиться Призрачной Земной Славы Веруя В Мессию Они Хотели Прежде Всего Обрести Прощение Всех Своих Грехов И войти В Царство Небесное Давайте Обратимся К Евангелию От Иоанна Глава Первая Стихи Сороковой Сорок второй Один Из двух Слышавших От Иоанна Об Иисусе И последовавших За ним Был Андрей Брат Симона Петра Он Первый Находит Брата Своего Симона И говорит Ему Мы Нашли Мессию Что Значит Христос И Привел Его К Иисусу Иисус же Взглянув На него Сказал Ты Симон Сын Ионин Ты Наречешься Кифа Что Значит Камень Петр Благодаря Свидетельству Андрея Его Брат Петр Смог Встретиться С Иисусом И Также Стал Его Учеником Петр Уверовал В Иисуса И Следуя Его Учению Прожил Праведную Жизнь Андрей Поведал Петру О том Что Он Встретил Мессию Что Значит Христос Что Сын Божий Есть Тот О Котором Содержится Пророчество В Ветхом Завете И Что Он Есть Мессия И Наш Спаситель Который Пришел В этот Мир Будучи Рожденным От Простой Смертной Женщины Чтобы Избавить Нас От Всех Наших Грехов Рассказав Петру Обо Всем Во что Он Уверовал Андрей Привел Своего Брата К Иисусу И Тот Также Стал Его Учеником Сегодняшний Отрывок Из Библии Говорит Нам О ком Свидетельствовал Иоанн Креститель Кроме Того Благодаря Данному Отрывку Мы Понимаем Насколько Важна Роль Иоанна Крестителя Для тех Кто Верит В Иисуса Как Своего Спасителя Если Мы Насколько Свидетельствовал Иоанна Крестителя Андрей И Петр Не Стали Бы Учениками Иисуса Не Смогли Бы Стать Его Учениками И Мы С Вами Как Бы Мы Могли Стать Учениками Иисуса Если Бы Не Бы Свидетельства Иоанна Крестителя Как Бы Мы Смогли Уверовать В Иисуса как нашего спасителя апостол иоанн автор одного из евангелий обращает особое внимание на значимость роли иоанна крестителя и его свидетельство совершенно очевидно что мы стали истинными божьими детьми только благодаря свидетельству иоанна крестителя иоанн креститель сыграл важную роль в деле распространения евангелия воды и духа мы должны понимать что мы выполняем ту же миссию которую выполнял иоанн креститель подобно тому как иоанн креститель во все услышание говорил о том каким образом иисус придя в этот мир взял на себя все наши грехи так должны поступать и мы мы праведники не являемся не спасителями не богами мы служители бога и его ученики а кроме того мы есть глаз в пустыне который во всеуслышание свидетельствует об иисусе христе этот голос ведет людей на встречу истинной жизни в библии сказано что люди которые принимают голос благовествование праведников обретают спасение и становятся учениками иисуса и божьими детьми мы должны жить жизнью учеников которые свидетельствуют о евангелии воды и духа после того как они познали это истинная евангелия дарованная нам мессией иисусом в этом и заключается роль праведников в нынешние времена роль праведников особенно важна подобно тому как огни маяка являются спасительным светом который в темноте указывает кораблям безопасный путь так и праведники становятся светом спасения в этом мрачном мире насколько же важна роль праведников если бы не мы то в мире не было бы ни единого человека который свидетельствовал бы о евангелии воды и духа наша жизнь должна быть подобно жизни иоанна крестителя и жизни учеников иисуса возлюбленные мои собратья бог совершенно определенно указывает нам в чем заключается наша роль как праведников и в чем заключалась роль иоанна крестителя бог также говорит нам о том что иисус стал спасителем всего человечества подобно тому как иоанн креститель свидетельствовал об иисусе мы праведники также должны стараться дать людям четкое представление об иисусе вместо того чтобы пытаться обрести известность в этом мире только в том случае если праведники будут настойчиво свидетельствовать об иисусе о том что он является нашим спасителем и агнцем божьим и что он уничтожил все грехи этого мира люди услышав голос праведников уверуют и станут божьими детьми такова роль и задача праведников мы праведники не должны стремиться к какой-то личной славе или известности в мире но должны свидетельствовать людям истину об иисусе христе служители божьи и верующие в него не должны выставлять на показ свои личные достижения в надежде услышать потоки словословия со стороны окружающих мы представляем собой всего лишь глаз вопиющего в пустыне мы не должны гоняться за мирской славой и высоким положением в обществе но должны посвятить свою жизнь проповедованию и распространению евангелия воды и духа по всему миру для того чтобы свидетельствовать об иисусе и нести людям слова евангелия воды и духа мы должны забыть о себе любви и эгоизме если мы будем преследовать свои собственные интересы мы не сможем делиться с людьми божьей праведностью праведники должны играть роль свидетелей евангелия милостью божьей нам было дано все в чем мы нуждаемся нам было наказано исполнять свой долг свидетелей евангелия и до конца дней своих жить подобно ученикам иисуса передав все грехи мира иисусу во время крещения и он креститель до самой смерти непрестанно свидетельствовал о том что иисус является истинным спасителем иоанн повсюду открыто говорил об этом и привел к иисусу множество людей после того как иоанн отверг домогательства распутной женщины он был подвергнут мученической смерти благодаря иисусу христу иоанн некоторое время был тем лучом который ярко сиял светом спасения иоанн креститель был рабом божьим жил в пустыне питался акридами и диким медом и не искал не материального благополучия не мирской славы именно такую жизнь вел иоанн креститель в этом мире после того как иоанн принял мученическую смерть он оказался в царстве божьем и теперь является величайшим слугой божьим на небесах праведники живущие в этом мире должны выполнять ту же роль какую выполнял иоанн креститель принимая во внимание наш изменившийся статус мы не должны стремиться удовлетворять наши желания но должны посвятить жизнь проповедованию и распространению евангелия воды и духа тому что нам было поручено богом это наша последняя миссия это цель и смысл нашей жизни бог позволяет нам вести такую жизнь я безгранично я благодарю его за то что он послал иоанна крестителя и иисуса в этот мир угрых и Субтитры создавал DimaTorzok